Добрый день дорогие друзья мы как всегда с вами находимся на кухне на даче сегодня я вам хочу показать один рецепт который мне запомнился с самого детства вы наверно уже поняли это будут драники из картошки прежде чем показывать вам набор ингредиентов для этого блюда я хотел бы пару слов сказать о приготовлении этих драников знаете в сети идут я даже сказал ожесточенные споры что добавлять что не добавлять что надо добавить чтобы не синело чтобы надо добавить чтобы было пышно что надо добавить чтобы было золотистым мне кажется каждый человек склонен делать допустим вот мы сейчас говорим о драника каждый человек склонен делать драники так как ему это по вкусу прежде всего должен быть вкус у блюда хороший а внешний вид это уже явление для видео и если я не прав то как бы это дело каждого ну а теперь можно приступить конкретным хотя они весь набор ничего здесь сложного нет у меня здесь два килограмма картофеля почему 2 потому что мы их очень любим эти драники съедаются они быстро поэтому два килограмма дальше у нас идет пшеничная мука нордик дальше у нас будет соль жарить этому все будем на оливковом масле и 3 яйца друзья мои первым наперво что я хочу сказать вот процесс натирания картофеля вот мы трем вот на этой терке вот поближе внизу вот именно и не на этой на крупную на эту и мы начинаем терять наш друзья мои вот закончился наверно самый трудоемкий процесс приготовления драника натер я всю картошку и и будем продолжать дальше теперь мы солью добавляем яйца 3 яйца добавили хорошенько все перемешиваем теперь у нас остается последний ингредиент это мука вот видите и в стакан ну тут надо как бы работать аккуратно внимательно и делать добавлять ее так чтобы ее было и немного и немало то есть мы немного муки добавляем перемешиваем нашу картофельную смесь и смотрим какая консистенция если этого мало будем добавлять еще мы добавили нашу муку хорошенько все это промешали муки у нас где-то ушло половина стакана на такое количество я считаю что-то нормальным там поскольку картошки немало видите кастрюли от кастрюли порядка шести литров полностью будет у нас почти около 2 3 наверное вот такая у нас получилась смесь теперь мы будем приступать к основному процессу приготовления поджарка мы берем большую сковородку это наверное 36 сантиметров в диаметре наливаем туда оливку и масло обильно и хорошенько разогреваем почему большая сковородка потому что драника у нас будет немало масло наше разогрелось и перед тем как выкладывать драники мы перемешиваем и аккуратно за один раз у нас получается порядка четырех драника средней величины это очень даже неплохо и начинаем процесс приготовления драники наши с одной стороны поджарились двумя лопатками берем и переворачиваем их на другую сторону а для того чтобы наши драники были пышнее видите я взял их и накрыл крышкой сейчас увидите результат вот друзья мои видите да что получается у нас очень даже неплохо презентабельно я бы сказал без всяких добавок чтобы не бояться что они посинеют и почернеет первая партия наших драников готова я взял блюдо двальным слоем бумажных салфеток накрыл и сделал для того чтобы уходил лишнее масло и выкладываем на блюдо если в предыдущий момент у нас было четыре штуки поменьше сейчас я видите сделал два больших разнообразие тоже надо какой-то чтобы было вот друзья мои я положил последние четыре драника на блюдо и процесс приготовления подошел к своему логическому завершению по моему получилось довольно таки неплохо несмотря вот на эти как бы в сети есть много всяческих советов добавьте лимонный сок там ну но пишет промойте крахмал но зачем вообще тогда готовить это блюдо я вообще честно говоря не представляю драники с лимонным соком это какое-то да не будем об этом короче вот вы видите перед собой драники которые я приготовил по рецепту своему получаются они нежные за счет того что картофель я тру на самой мелкой терке на самом деле вкусно поверьте мне вот то что это лежит это съесться буквально в течение там часа наверное мы это делаем понимаете уже совсем не первый раз а наверное уже тысячный так что всем кому понравилось мое блюдо мой рецепт пожалуйста прошу вас оценить его если есть такая возможность оставить свои комментарии по поводу уеденного все кто смотрел вновь мое видео то же самое сделать оценку если есть желание подпишитесь на канал всего вам доброго до свидания всем огромного здоровья успехов в вашей жизни еще раз до свидания до новых рецептов